Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. И сегодня у нас с вами очередной гостевой выпуск, и сегодня у нас в гостях тот фокусник, чей голос вы, наверное, вряд ли с кем-то спутаете. Я говорю вам про Best Focus 777. Ну что ж, поглядим, с чем он к нам нагрянул. Здарова! Меня зовут Best Focus 777, и сегодня я в гостях у Моряка. Я вам покажу нереально классный эффектный фокус с картами, который называется Нашествие Дам. Это один из моих самых любимых эффектов, и я, конечно же, советую вам этот фокус выучить. Для начала я вам покажу, как этот фокус выглядит, ну а потом, конечно же, обучу. Итак, мы берем самую обыкновенную колоду карт, показываем зрителю, у нас все карты абсолютно разные. Мы берем еще и перетасовываем каким-нибудь простым способом, вот так вот. И выбираем три случайные карты, которые нам попадаются. Раз, два, три. Теперь, чтобы узнать, какие здесь карты, мне понадобится четыре дамы. Мы берем, показываем зрителю, прямо так открыто для него выбираем. Первая дама, вторая дама. И вот сейчас вот уже чувствую, я чувствую третья дама. И последняя, четвертая. Вот она, наверное. Вот они. Четыре дамы. После чего мы показываем зрителю, они самые обыкновенные. И теперь мы их вот так вот раскладываем, давайте, чтобы через одну было. И у нас есть дама-главарь. Она у нас будет, вот она, дама-пик. Мы берем это все, переворачиваем. И вот эта дама-пик, она будет у нас как главарь. Она будет нам показывать, какие же здесь карты. Смотрите, что мы делаем. Кладем эти карты сюда. И теперь внимание. Мне дама со своими подружечками говорит то, что здесь у нас какая-то вот черная карта. Это точно. Я чувствую, это пик, пик, пик. И это у нас какая-то средняя карта. Что-то вот между королем и восьмеркой. Вот это у нас 10. В общем, ребята, это у нас 10 пик. И давайте же мы посмотрим, что же здесь у нас. Ну, а здесь у нас действительно 10 пик. Окей. Далее берем... Ну, как бы я уже более-менее привык к этим всем трансляциям по Wi-Fi. И оп, здесь у нас 10 крести, кажется. 10 крести. И здесь у нас, да, действительно 10 крест. То есть мы берем, показываем зрителю. И теперь прям вот очень быстро. Раз, два, три. Король, пик. И мы берем, переворачиваем и показываем зрителю то, что здесь у нас действительно король пик. Но на самом-то деле все здесь у нас сделали практически дамы. То есть мы берем, показываем зрителю, даму пик нашу главарную берем. И кладем вот так вот. Раз, два, три и четыре. И теперь, внимание, что же у меня в руках? Три дамы? Да нет. Мы щелкаем пальчиком, и здесь у нас уже есть раз, два, три карты. Это у нас 10, 10, и коротко. Те карты, которые были здесь. И теперь самый ценный, самый сочный вопрос в этом фокусе. Скажите, пожалуйста, какие же здесь карты? Конечно же, все зрители вам будут говорить, ну, здесь, я думаю, 4 дамы, вы здесь берете, опа, вы правы, здесь 4 туза. И вы показываете 4 туза. Эффект здесь просто бомба, очень все круто, эффектом. Ну и давайте сейчас же я вам обучу, как же это все делается. Итак, чтобы сделать данный фокус, вам необходимо сделать очень-очень большую укомплектовочку. И сейчас я вам все подробненько расскажу, как это делается. Вы обязательно повторяйте за мной. Если непонятно, то взяли, перемотали, посмотрели еще. Итак, погнали. Мы берем абсолютно любую колоду карт. И вам понадобится для этого фокуса. Первое, это раз, два, три, 4 туза. Первая часть, вторая часть, это любые три карты, которые вы потом запомните их последовательность. Ну и также обязательно, чтобы в этой колоде были 4 дамы. Просто обязательно проверьте, ведь можно где-то одну карту потерять. Вот у нас есть первые две дамы. Теперь у нас есть еще вот третья дама и четвертая. То есть все, мы проверили их наличие. И теперь вы, например, взяли и засунули куда-нибудь снизу, так недалеко, чтобы искали. Все. Теперь мы укомплектовываем тузов. Как они укомплектовываются? Вы берете, одного туза кладете вот так, по-другому, то есть рубашкой вниз, а всякого до рубашкой вверх. И потом сверху тремя тузами накрываете тот один туз. После чего вы должны вот эти три карты, случайные, разные, совершенно непонятные для зрителя, вы должны их так укомплектовать, чтобы вы точно знали их порядок. Ну вот, например, если я их положу вот так. Первое. Это у нас король, 10 крести и 10 пик. И после того, как я проведу различные ложные тасовочки, вы берете и просто-напросто выкладываете 10 пик, это я точно знаю, 10 крести и король пик. То есть вы должны знать то, что вот это карта, это, это, это. Все. Теперь давайте-ка мы начинать будем. Итак, вы берете, делаете абсолютно любые тасовочки. Ну, понятное дело, можно вначале еще и показать зрителю, будто бы это обычные карты, но самое главное, не спалить одного перевернутого туза. Показали с одной стороны, со второй стороны и теперь начинаем. Делаем абсолютно любые ложные тасовочки. Можно у меня на канале, у моряка на канале, просто куча обучений. Берем, обучаемся и, конечно же, делаем. И теперь, внимание, выкладываем вот так вот эти все карты. Раз, два, три. Говорим зрителю то, что берем три случайные карты, которые нам попадаются, поскольку он нам верит в то, что мы тасуем колоду обыкновенно, без каких-либо там фальс-тасовок. Но мы знаем, 10 пик, 10 крест и король пик. После чего вы говорите то, что, чтобы узнать, какие здесь карты, нам необходимо там, например, 4 дамы, 4 вольта. Ну, я люблю использовать именно дамы. И вы начинаете прям открыто для зрителя эти все дамы выбирать. Показываете первая дама, вторая дама, третья и четвертая. Их вы выбираете. И теперь вы кладете их сверху. Но кладете их как? Первую даму, которую вы выбрали, например, пусть это будет дама крести. Вы кладете немножечко, чтобы она выпирала. Для чего? Вы сейчас все увидите. Давайте-ка я сейчас зафокусируемся, чтобы было все четенько видно. И теперь смотрим. Раз дама, два дама, три, четыре. Вы их показали вот так вот развернутыми. После чего вы берете их все, складываете. И теперь у нас есть вот здесь вот наша наша дама крести. И теперь смотрим. Смотрим вот здесь вот. Вот эти четыре карты, четыре туза. Вы должны взять на брейн. И теперь внимание. Это можно сделать когда? Да, когда вы достали вот эти карты, взяли вот здесь вот отсчитали четыре туза. Например, просто даже взяли вот так вот. Оп, мизинчиком. Четыре туза. И теперь показали, разложили четырех дам, задвинули. И переворачиваете уже вместе четырьмя тузами. То есть вот, вот так. Взяли, перевернули и все. Получается сверху у нас уже наши четыре туза заранее подготовлены. И вот наша дама торчащая. И теперь, чтобы все быстренько, красиво взять, вы задвигаете даму, но в самом конце на нее вверх надавливаете и забираете вот эти пять карт к себе, прямо вот в ручку. Чтобы сюда зритель не полез, переворачиваете колоду и кладете, например, на коробочек. Вот он вот там стоит. После чего у вас в руках остается туз, 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 туз и одна дама. Вы переворачиваете и говорите, вот это наша дама-главарь. То есть зритель видит точно, что здесь у нас дамы. Последовательно, все остальное тоже дамы. И вы говорите то, что они сейчас мне будут помогать, в общем-то, придумайте, может, свою историю. Но они нам будут помогать узнавать, какие карты здесь. Вот, например, я кладу четыре дамы сюда. Самое главное, постоянно говорить, вот, четыре дамы, четыре дамы, четыре дамы, вот, четыре дамы. И вы говорите, у нас это четыре дамы, и вот я чувствую, чувствую, она мне передает. Вы красиво начинаете так описывать все. Вот я получаю информацию, там я вот чувствую, вот чувствую там десять пиков. И потом вы берете, хорошенечко держим карту, чтобы они так не разъехались, берем и переворачиваем десять пиков. И теперь, внимание, после того, как вы перевернули карты, вам необходимо сразу же отсчитать одну карту снизу. То есть берете мизинчиком раз и отсчитали. Одну карту снизу. То есть это обязательно внимательно слушайте. Это сейчас очень тяжелая схема пойдет. Вот у нас есть одна карта снизу, и вы берете абсолютно все вот это, переворачиваете быстро. Если сделать все быстрым, зритель даже не заметит то, что вы перевернули целых аж... пять карт. То есть вы взяли и быстренько перевернули пять карт. И теперь одну карту, это уже туз, вы кладете вниз. Далее переворачиваете и говорите, ну я вот уже привык к этому всему, и теперь слушаем быстренько. В этот момент вы уже как бы более привыкаете к трансляции дамы, и вы говорите, тут десять крестей. Вот прям вот чувствую быстренько, оп, десять крестей. Как только вы перевернули, вот здесь вот ручкой вы прикрываете уголочек и отсчитываете две карты снизу. То есть теперь нам надо отсчитать две карты снизу, и получается вот, мы видим вот такая вот фигня. Раз, два, три, четыре, и раз, два. И теперь внимание, вы берете и вот это все переворачиваете еще разочек. Получается у нас теперь, ребятки, что у нас получается? То, что мы будем брать одного туза класть сюда. Но внимание, у нас здесь еще перевернутых два туза. Что вам необходимо в этом моменте сделать? Я, например, от этого блин, ну, палево ухожу следующим образом. Беру, поддеваю указательным пальчиком вот здесь вот за уголочек, и резко переворачиваю вот эту колоду. Таким образом, я быстро перехожу, перевожу внимание зрителя от этой карты на вот эту вот карту. И теперь смотрим внимательно. Мы берем, и вот так вот перевернули, и резко кладем эту карту, и говорим прям вот, вот я чувствую, прям вот здесь король пик, король пик. И вы берете и резко показываете действительно король пик. Но зритель даже не успевает обратить внимание на то, что вы от этой карты уже ушли. Вы резко перевернули, кинули сюда карты, и все. Вы уже узнали, что здесь у нас король пик. Далее, когда вы перевернули королем вверх, вы отсчитываете снизу три карты. Получается это будет середина. Середина вы берете, переворачиваете и еще одну карту слистываете. И опять же это король. Таким образом у вас получается дама, 10, 10, король и вот здесь вот у нас туз. Теперь очень важно, очень сложно. Вы берете, из-под низу одну карту отсчитываете, вот так вот. И сверху резко слистываете короля. Таким образом вы показываете будто бы здесь у нас 4 самые обыкновенные карты. Но, внимание, вот здесь вот у нас уже получается дама, а сверху самый обыкновенный туз. И теперь мы видим раз, вот так вот сверху и снизу карту мы истягиваем. Раз, и два, три, четыре. А вот здесь вот наша дама с тузом уже ждет к следующему этапу перехода. Мы показываем зрителю даму. Обращаем внимание, типа, вот наша та особенная дама. И кладем ее сверху. Но, понятное дело, уже сверху будет туз. И теперь очень внимательно берем наш туз. Раз, два, три, четыре. Хотя зритель думает, что там дама. И после чего делаем какое-то движение. Либо, например, можно красиво так по жестами показать. Будто бы мы взяли сюда карты, положили, перевернули, шокнули пальчиком. И показываем 10, 10 и король. И вот здесь вот под королем у нас будет дама. Но мы не отпускаем, держим крепенько король, чтобы у нас эти карты не разошлись. И теперь внимание. Желательно, чтобы вот это вы все собрали. Вот так вот. Раз, два, три собрали. И вот так вот просто в центр кололи за сумой. То есть, чтобы зритель не схватил нашего короля и не увидел под ним даму. И теперь самые сочные, самые ценные. У нас уже абсолютно все сделано. Спрашиваем у зрителя. А ну-ка, зритель, скажи, какие здесь карты. И он нам говорит. А тут у нас дама. И тут просто вы показываете 4 туза. И у него так мозг, так у зрителя. И все. Реально разрыв мозга от такого эффекта, от такого фокуса. В общем, ребятки, вот такой был классный эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.